Конечно же, в последние годы вы сами наблюдаете, действительно, об этой проблеме стали говорить не просто много, но и все-таки плюс-минус радикально, все-таки какие-то шаги реальные делаются, как в мире, так и в Украине, мы сейчас об этом поговорим. Но перед тем, как уже приступить непосредственно к разбиранию вирусных гепатитов, проблемы, хочется отметить некоторые глобальные процессы, которые на сегодняшний день происходят с инфекционной патологией вообще в мире. Человек, наша с вами деятельность, человек для этой системы является своеобразным таким возбудителем спокойствия. Конечно же, наша деятельность, плюс изменения климатических глобальных условий, плюс многие другие факторы, которые между собой очень сильно взаимосвязаны, они, естественно, приводят к тому, что возбудители инфекционных заболеваний несколько на сегодняшний день изменили свой спект. Во-первых, расширяются реалы распространения, даже переносчики инфекционных заболеваний перемещаются в более высокие широты и на более высокие, скажем так, местности. Все это приводит к определенным для нас негативным последствиям. Тем не менее, до сих пор, видите, 26% мировой статистики смертности составляют именно инфекционные болезни. Это мы пользуемся данными Всемирной организации здравоохранения. 30% потерянных лет жизни скорректированы с учетом нетрудоспособности. Очень печальным является тот факт, что в странах бывшего Советского Союза смертность от инфекционных болезней в целом в 5 раз больше, чем в странах Западной Европы. Какие же основные факторы, которые стимулируют такую негативную, скажем так, эволюцию микроорганизмов? За последние два столетия население Земли выросло, вы только вдумайтесь, от 1 миллиона до 7 миллиардов человек. Конечно же, это, естественно, откладывает отпечаток на существование всех экосистем. С 1950 года люди изменяют экосистемы быстрее и глубже, чем в любой другой промежуток времени. Старение населения, которое мы с вами ощущаем в нашей стране, но это касается всего мира. Старение населения, считается, ведет к снижению коллективного иммунитета. Глобальные потепления способствуют распространению переносчиков тропических болезней за пределы их обычного обитания. Конечно же, рост путешествий сейчас это уже не такая проблема, как была несколько десятилетий назад, так же и для нашей страны. Конечно же, это тоже способствует распространению инфекционных заболеваний. Вы знаете, например, есть такое понятие, как аэропортная малярия. Вот очень интересный такой факт был, который отмечен в документах Всемирной организации здравоохранения, что даже такая, казалось бы, мелочь, как складирование использованных автомашин на свалках вот этих. Вы представляете, в каком количестве эти автомашины в Западной Европе на этих свалках находятся? Так, оказывается, в этих шинах могут распространяться и плодиться переносчики инфекционных болезней, в частности, малярийного плазмудия, в тех регионах, где его раньше просто никогда в природе он не встречался. На сегодняшний день, конечно же, отмечается рост заболеваний и передающихся половым путем. Вы знаете, большая проблема с антибиотикорезистентностью. И глобально отмечается доминирование вирусных инфекций в патологии человека. Это, прежде всего, вирусные гепатиты, с тем, что мы сталкиваемся, ВИЧ-инфекция. Возникают новые штаммы вируса дриппа. Вы знаете вспышки в характере Западного Нила в странах, например, в России, очень весьма серьезные и так далее. Среди вирусных инфекций, видите, особую опасность и коварность представляют медленные инфекции. Опять-таки, таким представителем являются парентеральные вирусные гепатиты. Ну, на сегодняшний день известны следующие виды, вы видите, вы все их прекрасно знаете. Вирусные гепатиты А, В, С, Д, Е. Вирусные гепатиты G, ТТВ и СН, их место в патологии человека только определяется. Имеются очень разноречивые данные, поэтому традиционно, естественно, на таком сравнительно небольшом форуме мы их касаться не будем. Ну, конечно же, гепатиты могут вызываться и многими другими возбудителями. В вирусной гепатите С совершенно кратко, его открытие вообще явилось беспрецедентным в истории вирусологии событием. Был открыт не сам вирион, вирусная частица, а была открыта его РНК, которую сумели выделить, сумели ее сиквенировать после клонирования, так сказать, ДНК. Это молекулярно-диолетические различные методы. Несмотря на множество сообщений о том, что определяется вирусоподобная частица в крови больных людей и шинпанзе, никто не может с уверенностью сказать, что видел этот вирус. Вы, может быть, слышали такая же проблема с ВИЧ-инфекцией, что вот многие считают, что гигиудет, потому что вируса не видели. Но дело все в том, что вирусы сейчас очень мало времени, не будем на этом останавливаться. Это особые абсолютно структуры и модель вируса гепатита полностью расшифрована и представлена. Но полный вирион только буквально недавно, превышенные сравнительно недавно сообщения о том, что клетки культуры гепатома человека могут не только поддерживать репликацию вируса, а и собирать вирионы. Но пока что основной моделью воспроизведения инфекции вирусом гепатита С является инфицирование обезьян, шинпанзе. Гепатит С, видите, ежегодно в результате инъекций в мире регистрируется 2 миллиона новых случаев заражения. В результате инъекций это проблема мирового значения. Риск заражения при переливании инфицированной крови составляет 92%. А очень большая проблема тестирования, дальше я об этом буду говорить, крови. Опять-таки, не только в нашей стране, но и во многих странах. А в нашей стране особая проблема, и это вообще проблема может быть даже отдельного симпозиума. Ежегодно умирает около 350 тысяч человек, и это заболевание, в отличие от вируса гепатита В, является первично-хроническим. Б-гепатит, позже мы об этом будем говорить, он все-таки дебютирует в основном в начале с желтушной формой, больные знают об этом и, конечно же, наблюдаются. Кроме того, хронеогенный потенциал вируса гепатита В, конечно, неизменно ниже, чем у вируса гепатита С. Ну и, наконец, по экспертным оценкам, в мире инфицировано до 1 миллиарда людей, и на сегодняшний день в мире считается, что происходит пандемия распространения этого заболевания, которое в 4-5 раз, по оценкам наших и отечественных, и зарубежных эпидемиологов, превышает распространенность ВИЧ-инфекции, по которой, вы все знаете, мы, например, наша страна находится на одном из первых мест с темпом распространения ВИЧ-инфекции. Конечно же, все те заболевания, которые имеют сходный механизм передачи, имеют не меньшее распространение с той разницей, что вирусом гепатита С в силу биологических свойств возбудителя инфицироваться в 10 раз проще, чем вирусом иммунодефицита человека. В настоящее время вирус очень неодороген, знаете, что в настоящее время определено 11 генотипов и свыше 100 субтипов вируса. Генотипы 1, 2, 3 в сумме составляют более 90% всех изолятов вируса, полученных в Северной и Южной Америке, Европе, России, Китае, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Генотипы 4, 5 и 6 соответственно выявляются в Центральной и Южной Африке, Юго-Восточной Азии. Поэтому если оттуда прибывают или там работают люди, сейчас, вы знаете, уезжают на работе и не получается тестирование на привычный 1, 2, 3 генотип, нужно не забывать о том, что с тех стран они могут привезти другой генотип, который у нас в стране практически не тестируется, снизу и отсутствия этой системы. Ну, в России и странах СНГ это, вы знаете, отмечается при обладании 1 и 3 генотипа. Вирусный гепатит В, уже частично я о нем сказала, первооткрывателем этого гепатита считается Барок Бламбер, который, к сожалению, прямо на заседании НАСА в апреле этого года умер от сердечного приступа в возрасте 86 лет. Великий ученый действительно очень много лет своей жизни отдал изучению вируса гепатита. Сам вирус полностью был открыт и расшифрован его геном практически чуть позже, в 1970 году. В мире на сегодняшний день насчитывается около 2 миллиардов инфицированных, 400 миллионов, имеют хроническую инфекцию. Он также не разнороден, имеет несколько генотипов. В Европе наиболее распространены генотипы А и Д. Наличие этапа обратной транскрипции, глава говоря, наличие фермента обратной транскриптазы позволили этот вирус отнести в группе так называемых ретровирусов. Это та его особенность, которая определяет трудности его лечения. Вы знаете, ретровирусы – это те вирусы, которые встраиваются в наш с вами геном. Были теории, которые говорят о том, что эти ретровирусы являются уникальными передатчиками генетической информации от вида к виду. Они длительное время могут находиться в виде провируса и активируются при различных неблагоприятных и неизвестных многих факторах. Поэтому, что же объединяется все-таки ретровирусы и вирус гепатита В? Ну, то, что эти и те способны к хронической медленной инфекции, могут заражать клетки, не разрушая их. Структура и функции некоторых генов у них совпадает. Клинически, повторяя, соответствуют медленным инфекциям. И очень быстро формируются резистенты с различными противовирусными препаратами. Ну, здесь на слайде просто показано, что некоторые из структур генов, видите, там пол и так далее, они пересекаются в этих двух вирусов, у вируса иммунодефицита человека, вируса гепатита В. Вирусный гепатит А. На сегодняшний день он достаточно широко в мире распространен и вообще по своей распространенности находится разве что после респираторных различных инфекций. Вы знаете, что в основном дети болеют в бежзолотушной форме, которая часто может и не диагностируется РНК, содержащий вирус, открытый в 1973 году. И проблемой мировой на сегодняшнее время является то, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации происходит заражение вирусом в более поздний возрастной период. И это влечет за собой более тяжелые формы заболевания. Ну, вы знаете, всеми детскими инфекциями, естественно, взрослые болеют уже более тяжело. Вирусный гепатит Е здесь, вот российский ученый, академик Михаил Балаян, путем опыта по самозаражению установил механизм инфицирования в 1983 году. Это было осуществлено, поэтому он является как бы его первооткрывателем, что очень приятно. По экспертным оценкам, в мире инфицировано треть населения земного шара. Но истинных данных, к сожалению, глобальных данных не имеет ни одна международная инстанция, в том числе Всемирная организация здравоохранения, вероятно, в связи с тем, что этот вирус распространен в странах, где большие проблемы с регистрацией инфекционной патологии. Кстати, эти проблемы во всем мире, даже высокоразвитых, потому что, естественно, регистрируются только подтвержденные случаи заболевания, которые требуют обращения и так далее. Все остальные уходят из регистрации. Поэтому, вы знаете, всю официальную статистику можно смело умножать минимум в 10 раз, и вы вряд ли получите еще реальные результаты распространения того или иного заболевания. Высокая смертность у беременных, и мы с вами должны помнить, опять-таки, из-за того, что сейчас развивается туризм, работа в разных странах, что если люди приезжают с клинической картиной острого вирусного гепатита, который передается фекально-ранним путем, но все маркеры отрицательные, нужно не забывать о вирусном гепатите Е. Кроме того, сейчас, вы знаете, много, например, в нашей стране открыто ресторанов, где, естественно, на кухне работают повара из разных южных, Китай, Средняя Азия и так далее. И, кстати, они тоже могут таким образом этот вирус может передаваться. Какие же проблемы борьбы с вирусными гепатитами в мире? Еще раз хочу, я уже сегодня об этом говорила, повториться, и сейчас мы об этом будем говорить, что в последние несколько лет произошли серьезные глобальные изменения в подходе к этой проблеме. Поэтому еще раз говорю, что у нас есть шанс как бы получить нормальную помощь и нормальную организационную, прежде всего, помощь в решении этой проблемы. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения, это данные, взятые из заклада секретариата ВОЗ от 25 марта 2010 года, и Всемирная организация здравоохранения считает, что в настоящее время она не имеет комплексной стратегии по вирусному гепатиту, в результате чего работа по профилактике и лечению проводится разрозненно. До сих пор значительная часть запасов крови в мире вообще не подвергается скринингу на вирусные гепатиты, либо он проводится недолжным образом, что способствует, конечно же, распространению инфекции. Нет доступа к своевременной диагностике и контроля, контроля за терапией хронических вирусных гепатитов, особенно в условиях ограниченных ресурсов, в которых находятся, естественно, и мы с вами, и наши пациенты. И вот, начиная с 2007 года, многие страны, видите, вот в Барселоне представители стран Северной Америки, Европы, Африки, Восточного Средиземноморья, Западной части Тихого океана, в качестве даты проведения Всемирного дня борьбы здравоохранения выбрали 19 мая. И сейчас, в этот момент, по всему миру проводятся подобные мероприятия, которые мы сегодня проводим. Почему эти страны выбрали именно 19 мая? Отчасти от того, что уже многие страны именно в это время проводили, а в основном причина была такова, что именно в мае месяце, в 20-х числах мая ежегодно, проводится Всемирная Ассамблея здравоохранения в Женеве. Поэтому эти страны решили привлечь внимание мировых структур здравоохранения к этой проблеме, потому что, я повторяю, эта проблема мировая не только в нашей стране. И вот, поскольку было принято решение в прошлом году, что поскольку существует большой разрыв между проблемой вирусных гепатитов и уровнем осведомленности, в 2010-м в прошлом году была принята резолюция по вирусным гепатитам, 193 страны-членов ОССР приняли эту резолюцию на 63-й Всемирной Ассамблеи здравоохранения в Женеве 17-го и 21-го мая. Это очень большой прорыв. Опять-таки, наши общественные организации тоже принимали участие в этом таком действии. И считается, что на это положено очень большей надеждой. Дело все в том, что все страны безоговорочно приняли эту резолюцию, а если все страны-члены ОССР ее принимают, они должны соблюдать положение этой резолюции. Самое главное, что эта резолюция, видите, постановляет проводить вот в этом году, с этого года проводить 28 июля, либо в другой день или дни по решению отдельных государств-членов Всемирный день борьбы против гепатита в целях обеспечения возможностей для просветительской работы и большего осознания значения вирусного гепатита как глобальной проблемы. Конечно, это не очень удобное время, но чтобы вы понимали, что ввести официальный день в ВОЗ, это практически невозможно, и на это даже никто не надеялся, потому что это не просто введение даты, а это целый ряд мероприятий, которые должны будут реализованы в мировом масштабе и в масштабе конкретных стран-участников. Поэтому международное значение резолюции следующее. Для Всемирной организации здравоохранения выдвинуто требование разработать глобальную стратегию по стимулированию правительств к разработке и собственных методик надзора, профилактики и контроля вирусных гепатитов, включая создание протоколов в определенные сроки, не далее этих сроков. Все это будет сопровождаться увеличением численности персонала, а проблема вирусных гепатитов будет помещена в один из ключевых кластеров ВОЗ под названием «Здоровье, безопасность и окружающая среда», включающий отдел по обеспечению готовности и ликвидации последствий эпидемии и пандемии. Для государств-членов значение этой резолюции состоит в том, чтобы принять ряд мер по усовершенствованию методов надзора, профилактики, диагностики и предоставления доступа к лечению. По словам генерального директора ГОС Марта Ричен, поскольку резолюция была одобрена всеми странами, они должны соблюдать ее положение, то, что только что уже упоминалось. И вот в этом направлении наша страна по многим параметрам отстает, но в этом направлении очень приятно отметить, что как раз прогресс явно налицо, потому что 9 мая 2011 года кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной целевой программы профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов на переезд до 2016 года. Какие же проблемы в Украине придется решить в связи с этим документом? Конечно, в Украине регистрация вирусных гепатитов хронических введено только с прошлого года, еще настоящих данных мы не имеем. Нет реестра больных. Украина является одной из немногих стран бывшего Советского Союза, которые не имеют комплексной программы. Несмотря на определенные достижения в лечении хронического гепатита С, его доступность, вы знаете, крайне ограничена. Слабая осведомленность населения и широкой медицинской общественности, к сожалению, к проблеме, особенно к проблемам лечения. До сих пор мы сталкиваемся с тем, что, ну, доктора всегда все скептики по своей натуре, но многие просто категорические скептики считают, что это не лечится, лечить не надо и вообще с этой патологией можно жить, что, конечно же, абсолютно не соответствует действительности. Поэтому перспективы развития – это создание комплексной национальной программы борьбы с вирусными гепатитами. Вы сегодня уже слышали, что будет опять работать рабочая группа. У нас уже практически готов протокол. И действительно уже в течение большего, чем года, многие здесь сегодня присутствующие, и Лазаришинец, и Николай Кузьмич Хабзей, и Раиса Васильевна Мостовенко, и Вреднева Лариса, действительно очень много сделали в этом направлении. И я думаю, что протокол лечения, я думаю, что будет соответствовать абсолютно всем мировым стандартам. И в этом плане не может быть никаких отклонений от мировых тенденций. Кроме того, конечно же, нужно подумать об организации развития высокопрофессиональных центров для больных с вирусными гепатитами, которые будут оказывать не только лечебно-консультативную, но и методическую поддержку. Без этих центров, без вводить специальность гепатолог, я не знаю, лично, мне кажется, рано и не столь актуально, и не столь важно. Это требует затраты, куча организационных, неважных моментов, которые могут отвлечь. У нас есть специалисты, которые этим занимаются. Но такие центры абсолютно нужны, иначе, особенно когда, если будет какая-то финансовая поддержка, то эти больные должны получать правильное лечение, а не перелечиваться, вот как сегодня Ольга говорила, по несколько раз. Потому что, к сожалению, иногда перелечиваются по объективным причинам, а иногда и по субъективным причинам. Поэтому будем надеяться, что все-таки эти положительные среди приведут к определенным результатам. Благодарю всех за внимание и желаю вам всем...